Самолёты являются одними из самых быстрых воздушно-транспортных средств, способных развивать скорость выше полутора тысяч километров в час. Огромное значение скорость имеет в первую очередь для военных самолётов, которые должны мгновенно реагировать и выполнять опасные повышенные сложности задачи. Они способны преодолевать рубеж скорости в две тысячи километров в час, что составляет более двух махов. «Рафаэль» — французский военный самолёт «Рафаэль» — открывает список самых быстрых истребителей в мире. Воздушное судно способно выполнять широкий спектр задач как на близких, так и дальних расстояниях. Также в его задачи входит поражение морских и наземных целей, разведка, завоевание превосходства в воздухе, нанесение высокоточного удара. Максимальная скорость на большой высоте составляет 1900 километров в час — 1,8 маха. «Рафаэль» был специально разработан для французских ВМС и ВМФ компанией «Дасолт Авиэйшн» — истребитель принят на вооружение ВМС Франции в 2004 году. Всего произведено 145 воздушных единиц. «Саап JAS-39 «Гриппен» — разработанных шведской компанией «Саап Амвоникс» в 1988 году. Он был введён в эксплуатацию в 1997 году и поставлен на вооружение ВВС Швеции. Также модификация эксплуатируется и за рубежом. «Гриппен» стоит на вооружении ВВС Чехии, Венгрии, Таиланда и ЮАР. Военный самолёт может быть использован как штурмовик, разведчик и истребитель. На большой высоте он способен развивать максимальную скорость до 2200 километров в час — 2 маха. Компанией выпущено порядка 270 воздушных единиц JS-39, 204 из которых эксплуатируются исключительно ВВС Швеции. Многоцелевой военный самолёт МиГ-29 — один из самых быстрых советских истребителей. Максимальная скорость воздушного судна при большой высоте составляет порядка 2415 километров в час — 2,3 маха. Истребитель способен взлетать и садиться на неподготовленные аэродромы со слабо развитой инфраструктурой для обеспечения полётов. МиГ-29 применялся во многих военных конфликтах и хорошо зарекомендовал себя как защитник неба. Истребитель может вести активный бой и при этом выполнять активные манёвры. Он способен выполнять перехват самолётов-разведчиков даже на очень низких высотах. Производство МиГ-29 продолжается и по сей день. Всего выпущено более полутора тысяч воздушных единиц. Советский военный самолёт МиГ-23, максимальная его скорость на большой высоте составляет порядка 2445 километров в час, что равно примерно 2,35 маха. МиГ-23 был введён на вооружение в 70-х годах и до сих пор стоит на вооружении таких стран, как Индия, Сирия и Ливия. Всего было произведено 3630 истребительных модификаций. «Тайфун». Максимальная скорость воздушного судна на высоте составляет 2450 километров в час, или 2 маха. Самолёт маловидимый для радаров за счёт использования технологий «Стелс». Часть корпуса самолёта покрыта специальными материалами, которые не отражают электромагнитные волны. Боевой радиус в режиме истребителя равен 1390 километров. Многоцелевой истребитель также состоит на вооружении Великобритании, Италии, Австрии, Испании и Саудовской Аравии. На данный момент произведено около 500 воздушных единиц «Тайфун». На этом всё. Не забывайте подписываться на канал и оставлять комментарии. «Тайфун». 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 Продолжение следует...